Мы так часто слышим о вреде соли, о необходимости сокращать ее количество в рационе, о том, как она повышает давление, вызывает отеки, портит кожу и лицо. Из-за этого может сложиться впечатление, что соль вообще следует исключить из питания. Наверное, так можно сказать про соль столовую или поваренную, в составе которой только хлорид натрия. Тем не менее, соль бывает разная, и полный отказ от полезных видов соли смертельно опасен для человека. Нам нравится соленая пища. Соль очень улучшает вкусовые качества многих продуктов. Нам нравятся солевые ванны. Наш организм заточен на употребление соли. Это естественный для нас вкус и продукт. Почему так? Наш организм состоит на 50-80% из воды. Чем старше мы становимся, тем меньше в нас воды, тем сушим мы становимся. Именно соль помогает удерживать воду в нашем организме. Именно она отвечает за водно-солевой баланс нашей крови. Помогает ей иметь правильный состав для оптимальной работы сердечно-сосудистой и нервной системы. Если соли слишком много, а калия недостаточно, то повышается кровяное давление. Если соли мало, то и давление тоже падает. Соль – это электролит. Она помогает проводить нервные импульсы по всем тканям. Без нее наш организм не способен принимать и посылать нервные сигналы. И именно она обеспечивает бесперебойную работу мозга. Если ее недостаточно, то болят мышцы, потому что они не могут нормально сокращаться. Для этого нужно нормально посылать и принимать нервные импульсы. Когда недостаточно соли, сложно вести активный образ жизни. Мы обессиливаем. По правде говоря, без соли не может нормально работать ни один орган нашего тела. Когда солевой баланс в норме и достаточно полезных электролитов, то нормально работает и гормональная система. Когда гормоны сбалансированы и достаточны, мы хорошо себя чувствуем. У нас нормальное настроение, мы крепко спим. Без соли невозможен здоровый сон. Соль, а точнее ионы натрия, а также других металлов в составе органических и полезных солей, помогают нашему организму поддерживать нормальный кислотно-щелочной баланс. Соль уравновешивает калий в нашем организме. Она участвует в транспортировке различных нутриентов в клетки тела. Да, это все про соль. Соль необходима нам, но какая? Простыми словами, соли – это сложные вещества, образованные атомами металлов и кислотными остатками. Чем разнообразнее состав металла в смеси соли, тем она полезнее. Поваренная соль или хлорид натрия состоит только из двух элементов. Ее состав крайне бедный и неестественный. Нам нужна органическая соль, то есть солевая смесь, растворенная в соках и тканях растений. Такая соль чрезвычайно богата по составу. К естественно соленым растениям обычно относят сельдерей, из него даже делают сельдереевую соль, помидоры, травы, петрушка, укроп, кинза и подобное. Кроме того, естественно богаты морской солью морепродукты и морские водоросли. Их можно употреблять разными способами. Свежими, в засушенном виде, добавлять в супы, мариновать и прочее. В бобовых и сухофруктах содержится значительное количество солей магния и калия. Солями калия богаты многие другие свежие продукты, такие как бананы, ботва свеклы, картофель, разные виды капуста. Нежелательно употреблять смесь электролитов в порошке, которая стала так популярна в последние годы. Это совершенно химическая смесь, часто окрашенная искусственными красителями и содержит иные искусственные добавки. Лучше кушайте больше овощей, фруктов, семян, не прогадайте. Кроме того, полезна неочищенная морская соль разных видов, в том числе и неочищенная каменная соль. Именно в первозданном виде они содержат множество минералов, которые нужны нашему организму. Такие виды соли даже отличаются и по цвету, и по вкусу от обычной поваренной соли. Как правило, они менее соленые и цветные, розоватые, сероватые, иногда с небольшим фиолетовым оттенком, благодаря своему более богатому составу. А ведь есть еще и множество иных способов применять соль с пользой для организма. Соль можно не только кушать. Она полезна в виде ингаляции, солевыми растворами или посредством терапии в соляной пещере. Она полезна в виде промывания горла и носовых пазух, полоскания рта, ванночек и примочек соли. А все благодаря тому, что соль обеззараживает и останавливает рост бактерий. Да, некоторые люди очень чувствительны к употреблению соли в качестве пищевой добавки. У них действительно повышается давление от большого количества соли. Но тут есть нюансы. Во-первых, какую соль употребляют такие люди? И второе, известно, что чувствительность соли может быть вызвана недостатком калия, дисбалансом между калием и натрием в организме. В таком случае стоит употреблять богатые калием продукты, некоторые из которых названы выше. Как бы то ни было, всегда и во всем проявляйте здравомыслие и осознанность и прислуживайтесь своему телу. Будьте здоровы!